Всем привет, я Донис. Мы продолжаем проходить историю холеры. И эта игра производит просто сказочное впечатление, в основном своей рисовкой. Ну и сюжет интересный, персонажи яркие. Короче, мне тут всё нравится. Но особенно вот то, как всё нарисовано. Я просто в восторге, реально. Кайфу от этого. Так, Сера, у меня всё забито. А что это трачет? Ткань? Или камни? Что там первое? Да камни, наверное, да? Ага, их восемь. Камни не жалко. Сера-спиртяжка. Какая паутина. Насколько всё детализированное, обалдеть. Такое пририсованное прямо. Отличные текстуры. И свет прекрасный. Но статичные. Так, что мне сделать надо? Следуйте за Гюго на крепостную стену. Окай. Травки сушатся. И опять камни душ. Посмотрите. Наверх? Не вниз? Я хочу вниз сходить. Глянуть. Так. Такой свет яркий. О, могила. Крипта. Кто это? Я не знаю. А это кто? Не знаю. Можем что-нибудь сказать, если хочешь. Простите, что потревожили вас. У нас нет свечек. Мы оставим вас в покое. И спасибо, что позаботились о нас. Ладно, пойдём. Ничего интересного нет. Теперь наверх. На стену. Кстати, вы не видели Мелли? Нет? Может быть, она уже ушла? Нет, я же хотел с ней попрощаться. Она за братом пошла, наверное, искать его. Так, у меня есть инструмент, да? Надо вот эту штуку делать. Для этого надо... Ну, в первую очередь, вот. Ткань. Ух ты, похоже, этот замок веками стоял пустым. Алхимическая реторта. Лука будет в восторге. Химический тигель. Это главный инструмент алхимика. Каменный сосуд тигля способен выдержать самые тяжёлые условия работы, вплоть до высокой температуры, в печи или воздействия агрессивных кислот, при этом не разрушаясь. Именно в тигле происходит то, чему алхимик посвящает всю свою жизнь. Великое делание. Магнум опус. Ишь ты. Великое делание. Значит, магнум это великий, да? Вот интересно, пистолет магнум называется. Это то, что великий. Я только сейчас об этом узнал. Давай, амитция, давай вместе сделаем это. Что, развлекаетесь? Думаю, инквизиции тоже будет весело. Мелли! Мы думали, ты ушла. Идём. Надо поговорить. Всё в тумане. Экономим ресурсы. Даже тут всё в тумане. Сзади размывается. Что такое? От замка одни развалины остались. И для вас это очень кстати. Этот замок строили опасные ребята. Так что не дурите, и всё будет хорошо. Значит, ты пойдёшь за Артуром? Если нужна моя помощь. Артур, это моя проблема. Ты слышала то же, что я? Эти суки из инквизиции потащили его в бастион. Я знаю, где мой брат. И я его найду. Амитция, смотри. Слушай, насчёт Гюго с ним... Конечно, непросто, но поверь мне. Оно того стоит. Он тебя спасёт. Братья же всегда нас спасают. Даже если иногда и хочется прибить. Знаки, Амитция. Я понимаю тебя. В любом случае, не уходи, не попрощавшись. Это не в моём духе. Амитция, иди сюда, пожалуйста. Иду Гюго. Что ты нашёл? Там внизу картинка. Какая картинка? Которая в столовой. Я сейчас покажу. Уйдём. Сейчас приду. Изучите символ в большом зале. Хм. Так, а куда он? О, вон. Посмотри, те же знаки. И правда, может это герб алхимиков? Ты видела дерево? Дерево? Живей сюда. Эй, вернись. Куда же ты? Ты нашёл новых друзей? Да. Амитция? Амитция? Мне так жаль, что я болею. Нет, нет, нет. Слушай, мы придумаем, как тебя вылечить. Тем более, теперь с нами Лука и Мелли. Лука, смотри, тут бабочки. Кажется, кому-то страшно весело. Она растёт. Да. Макула в его крови развивается. В книгах написано, что у этого процесса есть несколько стадий. И на пороге каждый из них носитель может погибнуть. Сколько у нас времени? Очень немного. Гиго приближается к первому порогу. Магистр и твоя мать пытались замедлить этот процесс. Как? Что они делали? Они работали над очень сложным эликсиром, который дал бы ему время подготовиться. Ты знаешь, как его приготовить? Они знали больше моего. На своей работе они опирались на одну запрещенную книгу. Сигнитум Интерия. То есть, с этой книгой ты можешь быть. Боюсь, что нет. Сигнитум Интерия — опасная книга. Я запечатал вместе с некоторыми другими трактатами по наземельях университета. К ней даже подобраться будет нелегко. Точнее, самоубийственно сложно. В обычных обстоятельствах — да. Но сейчас кругом хаос. Возможно, у вас есть шанс. Я знаю это место. Это в городе. Они подалеку оттуда держат моего брата. Если ты правда хочешь рискнуть, я могла бы провести. Спасибо. Ладно, пойду собираться. Когда соберетесь уходить, загляните ко мне. Я буду внутри. Для этого дела тебе понадобится какое-то снаряжение. Я вас подготовлю. Гюго, прости, но мне правда нужно идти. Не переживай. Я попаду с Лукой. Отлично. Я скоро вернусь. Встретитесь с Мелли в большом зале и отправляйтесь с ней. А Гюго тут останется, получается? Отец, матушка, вы всегда будете здесь. С нами. Наконец-то. Ладно, двинулись. Держи, еще кое-что. Однажды Лаврентий мне сказал, что на пути к книге раскиданы розы, так что глядите в оба. Розы, хорошо, попробуем их найти. Глава 9. В тени крепостных стен. Первое правило выживания — бей прямо между ног. А по голове не быстрее? Слишком доброе. А вот и городской вал. Типа, между ног больнее. Хуже, чем по голове убить сразу, да? Лучше пусть убьют, чем ударят между ног. Вау. Красота. Как обычно. Все на уровне нарисовано. Что там за толпа на мосту? Местные народ из города вывозят. Дай угадать, здесь тоже укус? Именно. А где укус, там и... Инквизиция. Ты моя умница. Ежи. Кстати, такие ежи были изобретены в 1941 году в Советском Союзе. Впервые они использовались при обороне Киева. Потом их стали использовать и фашисты тоже. Нет. Ты знала его? Вор, я с ним как-то работала. Ловкий был парень. Значит, вот какое наказание за вороство. Смерть. Я не хочу найти Артура уже в петле. Идем. Да уж. Не просто в петле. Отчего он умер? Просто замучили, да? От голода. Жесть. Может, избили до смерти. Закидали. Сюда, да? Мелли, твой выход. Да. Открой тот замок и пойду вызволять Артура. Хорошо. А как найти университет? Это огромное здание на том конце города. Не ошибешься. Как думаешь, мы еще увидимся? Надеюсь. За тобой должок. Ах, паскуда. Так что не смей помирать. Сделай все, что смогу. Прошу, двинулись. Удачи. И тебе. Ох, уж эти городские. Знают же, что перемрут тут все до единого. И что, хоть один ушел по своей воле? Ага, держи карман шире. Ну, потопали. Надо вывести последних. Все путем. Почти закончили. Город наш. Дальше все будет побыстрее. Эти блюдки. Что они делают? Так, осмотримся. Ох, все забито. Ох, все забито. Ого. Похоже, университет там. Хм. Не нравится мне этот цвет. Я не люблю это. Какая красивая ночь. Какой красивый город. Ладно. Это, конечно, далеко. Но ты справишься. Понеслась. Алибарды. Эй, вы там. Последнее предупреждение. Вас сейчас сами вытащим. Ладно, ладно. Мы просто вещи собираем. Эльза, ставь тарелки. Возьми теплые одежды. Богатей и проклятые. Так, у нас куча патронов. Врагов тоже немало. Нам нужна ткань. Ну и кожа тоже. Ткань прекрасна. Девять тканей община. Селитра камень. Пик. Так, там стоят. Крыски. Осторожней. Последнее предупреждение. Имеем великого инквизитора Виталия введено военное положение. Город перешел под управление инквизиции. Всякий, кто останется в городских стенах, будет арестован и казнен. Сурово. Военное положение? Что за вздох? Почему именно сейчас? Так, палочка. Тут одновременно и солдаты, и крысы. Такого еще не было. О-о-о-о-о. Непонятно. Как это вообще возможно? Наверное, надо его огулять. Зараза. Сейчас отойдет подальше, я его огуляю. Ибо нефига. Ходит, не было там ничего. Вот так вот. Теперь попроще будет. Еще палочку. Еще палочку. А, нет. А, нет. А, нет. А, нет. Все правильно. Э, отвалите, оставьте меня в покое. Пошли прочь. Сука, возьмешь тут что-нибудь, и дай у тебя под ногами полчища крыс. Ты бы еще погромче поорал, знаешь ли, что капитан Николай делает с такими. Фух, выгорянный монах греется в бастионе, а все наши занимаются тем же, чем и мы. Пойду пошарю в соседнем доме. И пошарь. Хоть от нытья твоего отдохну. Так. Вот так. Не будем сюсюкаться. О, ткань. Так, как тут пройти? А, не обгладай то пока, окей. Так, сделаем еще. Э, как мы все это перетащим? Трубят в рог, слышишь? Надо поторапливаться, говорил же, что не успеем. Ну, как же папины вещи? Я видал, что они с людьми делают. Надо уходить, если Инквизиция нас цапает. Ах, зараза, крысы. Бросаем все, а потом вернемся. Сейчас везде так? Мелкие поганцы. Так. Веревочка. У нас все сделано. Так, а что там сзади? Надо трохи оглядеться. Вроде ничего. Не знаю. Вроде зажечь там нечего. И так, я не знаю, где я нахожусь. А все еще жива. Курочка? Как ты выжила? Дотарь, сиди тихо и не высовывайся. Что происходит? Нет, это же мой муж. Был твой муж, теперь ему крышка, так что вали отсюда. Одна, я не уйду. Я не могу без него. Заткнись. В военном положении слыхала? Хочешь прежде него помереть? О, мой бог. Он прав. Я заражен. Уходи отсюда. Слушай, что муж говорит. И пошла вон, живо. Господь спаситель. Хватит с меня твоих воплей. Я на такое не подписывался. Зачем мне эта палка? Наверное, там надо было назад как-то вернуться, что-то сделать. Не знаю. Господи. Ну вот тут она пригодилась. Нужно чем-то занять этих крыс. А, понятно. Так, а теперь я... Ладно. Я должен сбросить человека этого, повешенного. О, еще ткань, надо девять. Еще два. Ох, когда все это кончится? Ребенок с куклой. Жесть. А, там есть что-то? Блин. Эй-эй-эй-эй-эй. А мне палки на этот раз нету, да? Что? Что там за звук? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Вот кто тут шумеет. Три клятые крысы уже по горлам не сидят. наверняка есть чем поживиться гулять его дам где он их всех казнили вау нечего тут стоять зачем вы это сделали он был таким хорошим мальчиком красы на вздернули за неподчинение он просто перепугался мы же собирались уходить из города но хватит тут мерцов видала это называется дисциплина без дисциплины мы как крысы будем на без тут бардак устроили провалив отсюда и скажи спасибо что эти они арестовал помолись за сына и за инквизицию который вытащит тебя из этого садом а все мы отправимся в ад в этой стране все катится прямо в ад все больные так еще и больные заперто а чё там но веревок столько мертвые свинки синка не за слишком много крыс я туда не пойду надо сначала их отлечь намек понят тут не перелезть никак вот помиться вот не не хочет а а ну не кого опять надо проверить холера то где он там и чё еще один упал тут там внизу празднуют так спокойнее думай гига все это для него жесткач ой нет 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 сори сори амица не досмотрел так убьем его вот так вот так меня не скушайте что у меня под рук не смотри не смотри все липнет фу сзади не осмотрелся я должен быть тверд в вере я должен быть тверд в вере как сказано писание от и гнем от люциям веревки уже предел ткань нужно и верстак а что там я ничего не смотри а а так палку придется кинуть этого гулять я уже не могу поднять палку окей мхм так там ничего нету лута слишком много дают заперта получилось фух запах от тенгера не забуду университет вот видишь надо идти дальше кладбище прямо на пути и я очень не хочу через него идти господи чё там кладбище-то боятся столько насмотрелась уже жесть с одной стороны игра такая как бы сказочная милая про детей а с другой стороны такие ужасы заперта их было бы тут мели ну да ладно должен же быть другой способ туда попасть вот я замечаю в английском языке значительно меньше слов надо говорить из меньше слогов то есть русском языке слова более длинные и у нас окончания разные то есть русский язык пожалуй более сложно в том плане что можно сложнее свои мысли сформулировать больше всяких вариаций вариантов английский более простой все более как бы просто стандартно но плюс то что ты быстрее говоришь вот я проговорю значительно больше чем те актеры на английском наверное это здесь оставила инквизиция похоже крутится умная великий инквизитор дел на пути не бросает коды холера аккуратненько всех сожгу и чё там выжили маленькие ублюдки и как вы проскакиваете то ладно ладно так там что то есть а мне все есть ладно холера проскакивает ну ткань инструменты у меня два их кстати скарб не могу сделать мне не хватает селитры но эта фигня основном вот не хватает ткани а так я не могу селитры больше собрать 16 у меня предел то есть мне надо сделать по любому карман больше и для этого ткань нужна с ума сойти и сюда уходит для бечевки а с другой стороны зачем мне уже надо будет это дальше мне улучшить по сути дела бечевку ну и сумку остальное все уже фигня нету смысла скарб улучшать до конца проща больше не шумит отпущай будет это неплохо совсем неплохо ну же приятель подбросить пару монет нет на этом серии заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи с